К студии подключается Эмиль Мустафаев, главный редактор аналитического портала Минвал АС. Доброе утро, Эмиль Бяй. Доброе утро. Итак, в интервью местным телеканалам президент Азербайджана подчеркнул, что председательство движения «Неприсоединение» дало стране незаменимый опыт в руководстве второй по масштабу после ООН международной структуры. Также единогласно было принято решение о продлении срока председательства за этот период. Как вы считаете, чем запомнилось именно руководство Азербайджана в этой структуре? Начнем с того, что в первую очередь стоит отметить тот факт, что интервью президента Алиева всегда является очень интересным. Президент Алиев очень интересный собеседник, и его интервью, данное вчера местным телеканалам, было по сути программным. Были даны ответы на широкий спектр вопросов. Это касается вопросов, в первую очередь, которые связаны с внешнеполитическим треком. Ситуации внутри страны, ситуации в переговорах с Арменией и так далее. Касаясь вашего вопроса насчет движения председательств, действительно, как президент, впрочем, ответил на этот вопрос более детально, как человек, обладающий более подробной информацией о том, что происходило в рамках председательства Баку в данной организации. На самом деле, это был, по сути дела, колоссальный, скажем так, опыт для Азербайджана, для нашей дипломатии. Президент сам отметил, что не все страны были готовы к сотрудничеству, но благодаря усилиям Баку, в частности, по ведению инициативы, по сформированию разных структур, где могли бы происходить диалог или те или иные обсуждения, многие страны удалось все-таки как-то связать кубки этого диалога, диалог был реализован и так далее. В целом, участие Азербайджана в движении и присоединении – это большой плюс для нашей страны. Это говорит о том, что официально Баку предможет присутствовать во многих серьезных организациях, и движение и присоединение стало именно период председательства Баку очень весомой организации. Прежде всего, на самом деле, мало кто об этой организации слышал, мало кто знал о существовании вообще такой организации, раздавясь исключением тех или иных политиков, тех или иных стран, которые являлись участниками этой организации. Вот и все. Но зато теперь, после председательства Баку, и сама структура этой организации стала более узнаваемой и более авторитетной. Говоря об авторитете, многие страны, некоторые из них, точнее, их не устраивает повышение авторитета Азербайджана на мировой арене. Одной из таких стран является Франция, которая сегодня вооружает Армению и подготавливает ее к очередной войне. Об этом заявил президент Азербайджана Ихам Алиев. Так какие цели все-таки преследует Пятая Республика, антагонизируя Азербайджан? Официально Париж преследует единственную цель. Эта цель заключается в том, чтобы быть вовлеченным в региональные процессы, управлять ими, и тем самым каким-то образом вредить России. Мы знаем, что есть фактор геополитики, никто не отменял. И конечная цель Франции является присутствием в нашем регионе для дальнейших шагов направления против России, для дальнейшего продвижения через Азербайджан в сторону Казахстана и так далее, завладевания всеми рычагами по энергоносителям. В частности, в целом, я бы не сказал бы, что только Франция является сегодня нашей страной, которая к нам относится, скажем так, мягко, не совсем хорошо. Есть ряд других стран, но, конечно же, Франция занимает первое место. Я прекрасно помню опросы, которые проводились несколько лет назад. Мы спрашивали, например, в нашей издании, спрашивали у наших читателей, какие страны они считают дружелюбными к нам, какие страны они считают враждебно настроены по отношению к Баку. Я прекрасно помню, что первой тройки Франции не было вовсе. Франция не значилась вообще в каких-либо антирейтингах по отношению к азербайджанам, к азербайджанцам. Но теперь по последним опросам Франция занимает первое место в рейтинге стран, которые недружелюбно относятся к нам и являются врагами нашей страны. И это очень серьезный показатель. В принципе, есть и другая сторона медали. Смотрите, как президент отметил, Франция начала антиазербайджанскую действенность, в частности, после Второй Карабахской войны. Было предпринято множество усилий. Это и попытка пролоббировать принятие резолюции в Соби-ЗООН против Баку. Были попытки оказать давление на нашу страну по дип-каналам. Были попытки оказать давление на нашу страну путем поставок вооружений Армении. Отмечу, что эти поставки были больше нацелены на то, чтобы, скажем так, заставить Баку нервничать, нежели создать какой-то противовес азербайджанской армии. Но, как показывает опыт, как показывает время, Париж фактически в данном вопросе потерпел фиаско. Никакое давление на Баку, которое, как думали, в Елисейском дворе, оказать не удалось. Азербайджан ответил аналогичным образом и дал понять, что говорить с ним на языке ультиматов, как сказал, впрочем, президент Ильхам Алиев, не стоит. Также актуален вопрос урегулирования азербайджана-армянских отношений. По словам президента, Армения хочет, чтобы у будущего мирного договора были гаранты. Баку же считает, что в этом нет необходимости. Не является ли это лишь очередной попыткой Еревана втянуть третьи стороны в вопрос урегулирования? Безусловно. Это является очередной попыткой втянуть Ереван третьи стороны. А третьи стороны мы знаем, кто эти стороны и какие рычаги давления на Ереван они имеют. И, собственно, эти стороны сегодня являются, по сути дела, хозяевами официально Еревана. Там власть этой страны непосредственно получает указания и все остальное. Вчера же было буквально заявление, мы слышали от представителя правящей партии премьера Армении в парламенте, согласно которому Ереван наставит на том, чтобы переговоры вернулись на площадку в европейских столицах. В частности, речь шла о том, чтобы Ереван хочет возобновить переговоры по вашингтонскому направлению, в Вашингтоне и Брюсселе. В принципе, позиция Баку известна давным-давно. Мы долгое время вели эти переговоры на этих площадках, но результатов, как оказалось, времени не оказалось. И более того, в последнее время переговоры идут между столицами непосредственно, между Ереваном и Баку. И более того, мы видели результат наглядных этих переговоров. Мы помним известное заявление администрации президента Ильхама Алиева и офиса армянского премьера. Тогда были, я напомню, достигнуты важные соглашения. Это было, по сути дела, первым заявлением совместным. И не совсем понятно, почему Ереван сегодня настаивает на возобновлении переговоров на других площадках, если переговоры дают результат, когда идут непосредственно между сторонами, без каких-либо посредников. Тут, скорее всего, можно прийти к выводу, что в данном вопросе на Ереван оказывается давление. И давление оказывается, возможно, из Парижа или же из Вашингтона. Мы помним, что недавно регион почищал американский дипломат Луи Буно. Он пробыл в Ереване, причем встречался с рядом официальных слиц. Эта страна, включая с главным переговорщиком Армении по нормализации отношений с Ангарой, это говорит о том, что внешняя политика Армении полностью курируется со стороны, как минимум, Вашингтона или же Парижа. Благодарю, Эмиль Бай. Спасибо за ваш комментарий. Вам спасибо. А я напомню, что на прямом подключении со студией был Эмиль Мустафаев, главный редактор аналитического портала Minval.as. Спасибо. Спасибо.